Так, ну я хотел сначала немножко по самой магистровской программе, да, поговорить, собственно, чему мы намереваемся научить наших студентов, да, сотрудников, будем так говорить. Ну, здесь схема, на самом деле, простая, да, типичная, то есть есть объект управления и управляющие устройства, то есть это типичная задача теории управления или там теории автоматического регулирования. Я в этой теории не являюсь специалистом, то есть я просто участвовал в семинарах и ДСТУ, но я пришел к выводу, что вот схема-то базовая, в принципе, везде одинаковая, во всех вариантах задачи, то есть от объекта управления у нас в управляющее устройство идет, например, вектор X этих самых информационного состояния, вот, в обратном направлении идут там команды или же какие-то эквиваленты физических величин управляющие нашим объектам управления. Вот если мы эту схему немножко обобщим, да, что качество объекта управления это может быть не техническая система, а социотехническая система, социотехническая система, СТС называется, то есть туда можно включать и какие-то социальные объекты, там, скажем, университет, или какую-то группу людей в том числе, вот, да, в принципе, и мы можем ими как-то управлять. Ну и что можно про управляющие устройства говорить? Это, ну, в самом простом варианте, это просто человек, да, то есть он пытается чем-то управлять, то есть, скажем, водитель за рулем, или заведующий кафедры, все о себе родном говорю, да. То вот замена человека в какой-то степени, соответственно, ведет к созданию уже кибернетических вычислительных систем, то есть кибернетика наука об управлении, и вот получается, что в рамках нашего, нашей магистровской программы мы как раз занимаемся тем, что рассматриваем различные уровни управления, различные уровни автоматизации этого самого управления. В 2000 году я участвовал в выпуске книжки «Интеллектное управление динамическими системами». То есть я не был с автором, ну как, я был с автором, но того, которого не включают обычно в список авторов. То есть мой вклад был такой не сильно значительный, вот, там был все лишь один или два в небольших примерах из моей диссертации туда встроены. Вот, но тем не менее, я так немножко с ней сам познакомился с этой книжкой, там довольно интересная такая схема дана уровней сложности управления. То есть она примерно таким вот образом выглядит, в виде такой пирамиды. То есть на нижнем уровне находится алгоритмическое управление. Вот, дальше, я там их не помню точно, но, как бы, такую общую идею могу сказать. То есть алгоритмическое управление, дальше идет управление, скажем, на основе, там, нечеткой логики. Сюда можно вставить нейронные сети. Нейронные сети, хотя их можно и вот сюда поставить, в том числе. То есть как систему, которая дает первичную какую-то информацию, обработанную предварительно об объекте. То есть здесь нейронная сеть не рассматривается как программа, а рассматривается как некоторая модель уже. Нейронные сети, дальше, ну, там много еще уровней есть интересных. А, тут я забыл еще один, вот сюда вот уровень вставить. Это PID управление, пропорциональное, интегральное, дифференциальное управление. Там при помощи обратных связей, как правило, делается. Вот здесь вот стоит интеллектное управление. А здесь интеллектуальное. То есть вот все, что связано было с автоматизацией построения решений на основе логического вывода при заданной цели. То есть если цель, которую нужно достигнуть, задана, и при помощи методов логического вывода, использующих, соответственно, вот эти нижние уровни, то есть каждый верхний уровень, он вправе использовать нижний уровень для каких-то своих целей. Например, там функции какие-то вычислять, да, либо оценивать какие-то параметры при помощи нейронной сети, или там при помощи нейронной, в смысле, нечеткой системы логического вывода, например, какие-то синтезировать управления из полученной уже траектории, например, движения, да, в целом. Ну, какой-то там машины, например, еще, а если нам нужно какие-то препятствия объезжать, то вот это вот управление дискретное мы можем, соответственно, преобразовать в такое более непрерывное управление с объезжением препятствий при помощи нейронных сетей, там, или нечеткой логики. Так вот, если цель задана, да, и мы при помощи логического вывода в исчислении первого порядка строим решение задачи, ну, так называется, или там проблем солим по-английски, то это относится как раз к интеллектному управлению. Под интеллектуальным мы понимали следующий уровень управления, когда мы автоматизируем, автоматизируем цели полагания. Цели полагания. И вот эта задача, я ее немножко совсем порешал, ну, совсем немножко, в своей, не диссертации, а в своей дипломной работе еще мы занимались синтезом теорем. Вот, если кому интересно, я могу немножко о нем почитать, рассказать, что это такое. Ну, в общем смысле это, значит, если мы пытаемся вывести логические, логические, при помощи логического вывода, некоторые следствия из теории существующей, да, то есть теория это, ну, состояние нашего объекта управляемого, со всеми вот этими иксами в том числе. И вот в этой теории мы пытаемся вывести y, и это у нас не получается сделать за приемлемое время. Ну, там много разных вариантов есть, почему это так. Так вот, можно, анализируя структуру нашей формулы, немножко ее таким образом преобразовать, добавив туда еще каких-то причинно-следственных связей, называемых в этом контексте гипотезами, так, чтобы вывод за приемлемое время был осуществлен. Так вот, исходя, значит, из этой теоретической предпосылки, значит, получая вот эти гипотезы, h и t, у нас возникает также фундаментальная проблема, выходящая за рамки логического вывода, это как эти гипотезы проверить. То есть, ну, например, у нас есть какой-нибудь марсианский ровер, да, он ходит, значит, по Марсу, выводит эти теоремы, и вдруг появляется такая проблема, значит, где он принять решение не может. Может, например, в процессе синтеза вот этой теоремы синтезировать некоторые следствия, например, если у нас среди вещества, которые мы исследуем, есть белки, то, ну, грубо говоря, там есть жизнь какого-то класса, например. Так вот вопрос, как эти белки определить, есть они там или нет. Ну, он может, например, раскрыть эту гипотезу в последовательность действий, направленных на то, чтобы направить, у него там в марсианский роллер есть встроенный анализатор, по-моему, рентгеновский спектральный, по-моему, у нас спектрометрический, хотя я не знаю даже, как его можно реализовать, ну, по крайней мере, спектральный анализатор там есть. То есть мы направляем пучок рентгеновского излучения на исследуемый образец, и потом анализируем вторичное излучение. То есть таким образом получается, что мы, автомат, сам себе мог цель поставить и решить, соответственно. Ну, вот этим мы немножко занимались, но там довольно сложно это все, особенно в языке первого порядка, синтезировать. Там такие очень сложные формулы получаются, и очень много времени нужно на то, чтобы их обобщать. То есть там синтезируется самый частный случай, но он, как правило, не интерпретируется в княтиях предметной области. Ну вот, здесь получается, что в рамках нашей магистрской программы мы пытаемся рассмотреть всю вот эту иерархию. Вот искусственный интеллект, о котором я сейчас говорю, он находится как раз вот на этом вот уровне. То есть это система, основанная на знаниях. То есть то, чем нужно было нам заниматься в этом семестре. Ну вот у меня есть набор лекций по разным направлениям. Есть вводная лекция. Можете ее на каникулах тоже посматривать потихоньку. Можно ее смотреть. Я думаю, что лучше может быть даже смотреть по мере необходимости. Нечетка логика, что-то не помню, чтобы она у нас была, но если что, мы можем там парочку, не знаю, посвятить ей. Единственное, что здесь у меня такая проблема, как преподаватель, что я, в принципе, знаю, что я такое, но на уровне как раз системы, основанных на знаний и их логического представления в математике, то есть дискретной математике. Но там есть своя терминология, довольно такая специфическая, которую, в принципе, необходимо было бы изложить. Вот у меня идея такая, найти кого-нибудь, кто именно и занимался там, рассказать про эти все лингвистические переменные и тому подобные вещи. И, в принципе, ее можно тоже охватить. У меня именно вот этой лекции 2 не хватает в моем перечне до сих пор. То есть она у меня есть, но я ее не стал публиковать, потому что она не совсем профессионально выглядит. Ну и нейронные сети – это вообще отдельное направление искусственного интеллекта. Вот. То есть вот есть два направления. основных искусственного интеллекта. Я, по-моему, рисовал несколько раз уже. Которые сверху вниз – это моделирование рассуждений. То есть мы исследуем то, как работает мозг, его функции. А это моделирование мозга самого. мозга, как биологического объекта. Ну, то есть там вот эти нейроны, синапсы, гендриты и тому подобное. И вот, согласно Карлу Марксу, пытаемся в этой сложной системе нейронов найти эмерджентное свойство, обладать интеллектом. Ну и в настоящее время в топе находятся у нас нейронные сети, обусловленные это тем, что начиная с 90-х годов по где-то 2012-2015 развитие происходило по каким направлениям? Ну, это вот совершенствование самих нейронных сетей, их математического аппарата, их скрещивание с различными простыми алгоритмами обобщения матричного, да? Вот там это алгоритмы сверст, алгоритмы сверст. И еще одно из важных направлений, то есть это, скажем, первое, второе, третье в нейронных сетях, это, которое вот стало более глубокое, это решение задач классификации. То есть строится многоуровнью нейронные сети со всякими там слоями свертки, например, то есть вот таким вот образом они там ставятся, то есть это если это свертка. Какие-то разные варианты. И вот они, в конце концов, они из картинок, например, пиксельных преобразуют вот это все в набор классов. Это вот еще будет называть сеть глубокого обучения. То есть это конкретный класс, там, например, буква А, буква Б, буква С, там, Д. Ну это, правда, такой очень простой пример. На самом деле его можно и без некоторых сверточных уровней рисовать. Вот. И четвертое направление очень интересное. Это с генерацией, то есть они ГАН, что-то у меня там перестроился. Ладно. ГАН-сети, значит, здесь суть в том, что у нас есть две картинки. Какая-то картинка и другая картинка. Что-то не ярко получается. То есть это вторая картинка. Причем картинки довольно интересные бывают. То есть обычно нейронные сети обучают на конях там зебры и не зебры. Причем они одинаковые, да, то есть в одинаковой позе стоят примерно в одинаковом месте, одинакового размера. Так вот эти картинки могут быть вообще. То есть они могут быть, у них общего только то, что там кони изображены. То есть на одном, значит, зебры, а у других какие-то другие лошади. И вот учат сети отображать эти картинки одно к одному. То есть один к одному. То есть делать изоморфное отображение этих картинок. То есть делаются в обе стороны. Но там много чего интересного. И основная здесь фундаментальная проблема заключается в том, что не хватает вычислительных мощностей для насчитывания этих нейронных сетей. Фундаментальная проблема с нейронными сетями заключается в том, что... И вот сейчас, как их понимают, это взаимодействие двух уровней. Взаимодействие уровня нейронных сетей с алгоритмическим программным обеспечением. Вот я был на конференции, и задачку интересную рассказали. Но я тут не буду ее рисовать. То, что, скажем, мы научились распознавать лица туловища, руки-ноги на изображениях людей, да. Но у нас есть картинки, скажем, стоят три человека с одной стороны, ну, скажем, слева, да, и смотрят направо. И стоят три человека справа, смотрят налево. И вот вопрос. Будут ли они друг другу вбить морду? Вот прямо так это и звучало. Ну, или там есть набор кадров, ну, то есть, некоторый видеоряд, в этом видеоряде, например, какой-то объект, там, двигается по какой-то траектории. И вот вопрос. Сходится ли он к какой-то точке? Ну, то есть, является ли его траектория там, асимптетической или там, диссипативной, еще какой-то? Ну, то есть, распознавать некоторые динамические свойства. Так вот, нейронные сети это не могут. То есть, получается, то есть, как сейчас это решается? То есть, мы, у нас есть набор картинок, нейронная сеть нам распознает, нам на одной картинке место расположения объекта, на другой картинке место расположения объекта. Ну, и дальше мы уже алгоритмически пытаемся написать процедуру распознавания этой самой динамики. То есть, вот такие задачи есть. Вот, и их можно как раз решить, комбинируя. Значит, уровень нейронных сетей, уровень, как это, если в мозгу, это просто отображение одного образа на другой образ, с возможностью именно анализа и распознавания сценариев. Распознавания сценариев. То есть, мы можем, например, сценарно задать при помощи логики, ну, я бы так примерно нарисую образ некоторый, что существует некоторый момент времени, такой, что t является n, при котором в любой момент t1 больше, чем t. Скажем, если у нас некоторая точка вот здесь задана, да? Да, и некоторый радиус-вектор до нашего объекта, длина этого радиус-вектора, более такое общее свойство, если нарисовать, скажем, вот так вот сделать, ограничить здесь вот некоторое множество d, то она будет меньше мощности множества d. То получается вот это вот мы, ну, такая грубая форма описания свойства диссипативности, то есть мы не выходим за рамки некоторого множества, за рамки некоторого множества. И вот нам нужно будет пробежаться по все моменты в t1, взять информацию, то, что там распознала нейронная сеть, посчитать этот радиус-вектор, и если для всех этих моментов выполняется это свойство, то мы можем из этого сделать вывод о том, что вот эта система обладает свойством диссипативности. Ну, так примерно мне Станислав Николаевич Васильев рассказал про то, чем мы собирались с ним в аспирантуре заниматься. Ну, у него, правда, специализация такая была больше по именно управлению. Вот тут самое сложное, и здесь много фундаментальных проблем, это интеллектуальное управление. Но подразумеваем, что под интеллектуальным, то есть самый верхний сложный уровень управления, это возможность автоматизации целеполагания. На этом уровне исследуется в том числе этика искусственного интеллекта, понятие желания, всякие страсти и тому подобное. То есть что является инициатором возникновения желания что-то делать, или возникновения желания строить все какие-то цели, и потом их достигать. Ну, такой довольно высокий уровень на уровне философии. Ну, и вот, собственно, курс искусственного интеллекта, он заключается в том, чтобы рассматривать задачи. Вот я их там, я так делю обычно доску на две части, здесь свойства. Ну, это вообще искусственный интеллект, а не только тот, который в моем курсе проходит. Первое свойство – это отсутствие алгоритма. То есть вам задают задачу, а у него нет алгоритма решения. Ну, то есть вы можете какой-то взять частный случай этой задачи и построить алгоритм. Это да, но вот можно разбить их на десятки или сотни частных задач, построить алгоритмы и какую-то систему распознавания под задачи. Вот пример решения. Можно, используя, например, языки функционального программирования и свойства керинга строить частный случай функции и на основе ленивых вычислений, например, строить частный случай функции, где... Вот я по цифру 2 забыл сказать, сори. А, ну да, почему, кстати, отсутствует алгоритм еще может быть? Это не все параметры заданные, то есть неполная или неточная информация. То есть, чтобы алгоритм запустить, надо, чтобы все параметры были заданы, правильно ли? А если они не все заданы, то это опять задача искусственного интеллекта. То есть задачу надо решать. Вот те же самые ноты намберы, да, это как раз пример того, то есть как вот мы с ними боремся, да, например, среднее считаем, потом записываем по столбцам, либо выкидываем нужные нам те строки и столбцы, которые нам мешают своими неизвестными значениями. Но, тем не менее, мы все равно как-то пытаемся потом машин лернинга в том числе строить корреляции, и там кластерный анализ проводить. Автоматизация принятия решения. Или наша программа должна что-то предложить в качестве решения. Причем конструктивно и объяснить, почему это так, например. Вот экспертная система, наверное, к ним относится. Здесь свойства, а здесь направление искусственного интеллекта. Что-то я, по-моему, увлекся, надо было бы ламами заниматься. Ну, я на этом закончу потом. Четвертое – это перед тем, как получить решение, мы должны план составить путем комбинирования возможностей и построения решения. И пятое там было у меня еще обработка, то есть преимущественно обработка символьной информации. Символьный информат. Вот пример задачи, которая близко к искусственному интеллекту, не является искусственным интеллектом. Это задача разработки компиляторов. Правда, там в процессе порождения исходного кода есть такой этап, оптимизация называется. Происходит изменение программы с целью создания более короткой программы. Например, опять же, у вас есть алгоритм, и уже внутри вашей программы в одном месте прямо поставлено в один из параметров константа. Вот если эту константу поставить в тело и проанализировать программу, может быть, можно либо заранее что-то вычислить, либо сократить какие-то выражения. Можно переставлять местами операторы и тому подобное. Вот это уже часть, которая ближе к искусственному интеллекту. Вот эти пять направлений, в смысле пять свойств, они как раз позволяют вам распознавать, является ли ваша задача задача искусственного интеллекта. Ну и здесь, на вскидку, я просто перечислю, это игры. Второе, автоматическое доказательство теорем. Очень активно используется, например, при верификации микрочипов. Я в своих лекциях там тоже рассказываю. Третье, это экспертные системы, системы, которые заменяют собой эксперта. Тогда придется все стереть, чтобы было более-менее аккуратно. Вот, четвертое направление, это планирование действий. Пятое, логическое программирование. Шестое направление, это... Ну тут их на два, то есть 6.1, 6.2, это обработка естественного языка. Оно делится на два основных направления. Это перевод. С одного языка на другое. Третье, это понимание. Седьмое, это распознавание образов. Ну, то же самое, fine reader, и подобные системы. Восьмое, ну это вот, как бы, привнесенные из нашего института, это логикодинамические системы. То есть, это системы, в которых в управляющем устройстве находится логический вывод. Ну, в качестве основного движка, синтеза, вектора Y, то есть векторов управляющего воздействия. Девять, тоже интересное направление. Вообще, институт нашим не занимался, но просто так исторически сложилось, работая с моим отцом. Он занимается моделированием природных процессов. Доктор географических наук. И вот мы с ним занимались системами поддержки принятия решения на основе математического моделирования. Очень интересное получилось направление. То есть, мы там и экспертные системы внутри использовали. У меня есть тоже лекция о том, как там, что примерно работает. На самом деле, СППР — это довольно такой широкий класс. Например, игры некоторые к системам поддержки принятия решения относят. То есть, когда мы автоматизируем работу одного из игроков. Ну и так далее. Там у меня, по-моему, методически толик 12, по-моему, направление. Я могу что-то забыть тут. И лабораторные работы, они относятся вот к этому направлению. То есть, логическое программирование, планирование действий. И вот четвертый лаба, да, там их... То есть, первое — это формализация лабораторная. Второе — это рекурсивная обработка списков. И третье лабораторное — это я студентам давал возможность реализовать одно из этих направлений, ну, кроме вот четвертого, пятого и третьего. На любом языке программирования. Ну, такой проектик называть его. И четвертое — это экспертные системы. Момент того, как мы этот курс открыли, это был в 98-м году, я начал декции читать сам. Конечно, помогал Софье Соломоновне. Вот я взял курс Массачусского института технологий. Artificial Intelligence Modern Approach. Сейчас уже порядка 1500 вузов на нем строят свои курсы по искусственному интеллекту. Она, ее можно выкачать в интернете найти, можно найти перевод на русский язык. Там, по-моему, даже у меня из методички какой-то там прямо ссылка стоит. Это очень мощная книга. Там все классические методы до 2000 года. Сейчас их там порядка 1500 страниц. И к настоящему времени количество этих методов там экспоненциально уже растет. В области искусственного интеллекта она очень динамически развивается. Да, и самое главное — свойство. То есть, если мы подведем такую черту, отсказанную, и сравним ее с математикой, ну, то есть, мы пишем так, математические методы, то у методов искусственного интеллекта, которые больше к информатике относятся, есть одно очень важное преимущество, фундаментальное. Оно заключается в том, что чем больше в модель, ну, там, информационную, алгоритмическую, там, модель искусственного интеллекта и тому подобное, да. Ну, можно говорить о модели, как о модели управления, да, в области управления. Вот, кстати, вот в Artificial Intelligence, да, все разделы искусственного интеллекта, они рассматриваются с точки зрения управляемого агента. То есть, каким образом устроен интеллект. Он, правда, взаимодействует не с объектом управления, а со средой. Так вот, чем больше в модели вот этого нашего агента, информация использована, тем точнее получается решение. Вот такое интересное фундаментальное свойство. Я потом, может, даже пример приведу. А в математике ровно наоборот. То есть, точнее, как? Там в математике приходится некий баланс держать. То есть, между сложностью, сложность модели и сложностью инструментария анализа этой модели. То есть, приходится для того, чтобы мы могли, например, при помощи аналитических процедур решать дифференциальные уравнения, или там систему дифференциальных уравнений, то приходится саму модель упрощать, выкидывать оттуда лишние условия, делать так, чтобы формулы более попроще. А вот в искусственном интеллекте получается в основном, то есть, не всегда, но вот, чем больше мы туда информации вводим, тем это получается более точное решение, более качественное. Вот задача с лифтами, да, вот она у нас была, она как бельмо на глазу в институте. Сейчас про нее забыли немножко. То есть, есть здание многоэтажное, там, скажем, там 200 этажей, ну, это неважно, в этом здании куча, ну, несколько лифтов, вот один лифт тут, там второй лифт, третий, ну, там, может, 12, там, 20 лифтов. И вот на каком-то этаже возникает вызов, и вот какой из этих лифтов, значит, нам нужно призвать к обработке этого вызова. Задача отличается, очень интересно, таким моментом, что, вот тут я говорил про цель, да, то есть, некоторые утверждения, которые мы хотим вывести в процессе логического вывода. Так вот, в этой задаче как раз цель задать невозможно. То есть, качество управления задается набором ограничений. Ну, например, что у человека, который вызвал вот этот лифт, он должен сдать не более одной минуты прихода лифта. Или же даже такие феномены рассматриваются, то есть, скажем, человек вызвал лифт, он видит, что этот лифт в этом направлении. То есть, у него здесь какой-то циферблат, например, да, написано, и вот он видит, что он, находясь, например, на 20 этаже, видит, что вот лифт номер там 1 движется, и номер этажа постепенно приближается к номеру 20. А он берет и мимо проходит, в общем. И вот это вот, насколько я помню, называлось у нас перед назначением лифта. Вот это как бы некоторый психологический дискомфорт создает у человека. Предположим, вот у нас есть одна такая модель, три лифта. Мы можем, скажем, их расположить, когда нету вызовов, хотя такое вряд ли может быть в таком здании. Ну, тем не менее, расположить как-то по диагонали, чтобы минимизировать расстояние, на которое мы собираемся переместить лифт с целью обработки некоторого вызова. Но, в эту же модель мы можем учесть, что, например, на четвертом этаже находится, например, столовая. Собирая статистику, оказывается, что люди с 20 этажа в 12 часов дня ломятся все на четвертый этаж. И, по идее, можно было бы там один или два лифта придержать, то есть внести в модель управления, да, вот такой нюанс, чтобы они обрабатывали чисто вызовы вот с этого 20 этажа. Аналогично офисное здание, то все работники из этого офисного здания вечером, они, значит, сваливают домой. Получается, что 100% вызовов, ну, не 100%, скажем, 85% вызовов с этажей выше ground floor, ну, или там первого этажа, они, скорее всего, будут идти вниз. Вот такой нюанс. И утром, соответственно, наоборот. То есть по такое-то время наши работники разъезжаются по этажам этого нашего офисного здания. И вот в одно время выходила статья, я, правда, сам ее не видел, но Станислав Николаевич говорил, что статья доказывала, что использование методов искусственного интеллекта на основе логического вывода, иногда, точнее, очень часто работает лучше оптимизационных методов даже на основе вот этих работ Пантрягина и ему подобных, подобных работ. Интересная такая задача. Чем больше вносишь в это вот, причем вносишь как? Вот мы здесь внесли условия на входные данные, да, но мы можем еще вносить в сам процесс управления, то есть в правила переназначения, правила выбора решения лифтов, лифтами там. Но в настоящее время я, например, знаю, что в одном из американских зданий они сделали немножко по-другому эту задачу. Человек, когда в перспективе там есть некий коридор, вот у нас, пожелаем, есть коридор, здесь находится лифт, да, лифтовая кабина. И вот, двигаясь к лифту на стене, вот здесь находится клавиатура. Человек на этой клавиатуре с индикатором, да, он набирает интернет вещей, да, такой, набирает, что мне нужно с моего этажа перемещаться на, например, на первый этаж. И на этом вот индикаторе ему выдается номер лифта, на котором он туда поедет. Ну, там, соответственно, где-то второй лифт находится, да, за стеной, а здесь какой-то третий лифт. И он подходит к нужному лифту, в него, значит, помещается и едет. Задачу, например, с ожиданиями, именно на психологическом уровне, как-то тоже в одном из японских небоскребов решили следующим образом. То есть, если человек ждет больше одной минуты, человек начинает нервничать. Так, на этажах установили зеркала просто, ну, с другой стороны, стены вот с этой, с этой стороны. То есть, если вот заглянуть в угол, и женщины, ожидали лифта, они, значит, там прихорашивались, а мужики смотрели на женщин. Ну, и таким образом все очень хорошо проводили время. Так что разные способы решения есть, разных задач. Может быть, даже иногда интеллект и не нужен. Да, вот в качестве объекта управления может быть все, что угодно. Если брать биологию, то принятие решения о силуобороте, например, хотя понимая, что там задача не такая сложная, но, тем не менее, какие-то рекомендации можно вырабатывать, а не просто там латинские квадраты считать. Можно, опять же, вот в образовательной среде, то есть, есть экспертные системы или системы проектирования образовательных траекторий для конкретных студентов. Это раз. Во-вторых, оптимизировать их качество самого обучения, то есть, периодически какие-нибудь тесты они там решают, и система им автоматически подсовывает подходящие курсы на то, чтобы в каком-то месте его знания углубить или расширить что-то и тому подобное. Ну, и, понятно, интеллектуальные пользовательские интерфейсы. я являюсь фанатом в принципе звездной фантастики, да, то есть, там, стартрек, звездные войны, стартреки, мне вот нравится этот интерфейс, как они с компьютером разговаривают. Это вот, на самом деле, один из самых продвинутых, как сейчас говорят, пользовательских интерфейсов, когда мы можем программировать компьютер, ну, на каких-то базовых уровнях, да, именно, задавая ему те или иные критерии и решения. Кстати, вот на прологе как раз можно показать такие, ну, такие простенькие примеры, когда мы просим у него, ставим ему теорию и в этой теории просим найти некоторый объект, обладающий набором свойств. Ну, или там, как правило, одно свойство, цель, но можно и набор свойств. И вот последнее, что я хочу сказать, тоже студентам, кто-то бакалавр, у меня были, они должны помнить, что я сообщаю, что, вот я с вами спрашиваю, зачем это все изучать, ведь мы можем, в принципе, все написать руками там за некоторое приемлемое время. Я говорю, ну, по крайней мере, есть одна такая фундаментальная проблема. Вы приходите на производство, и вот я-то знаю, что на этом производстве всегда можно найти задачи, относящиеся вот к, как раз вот к этому направлению. многоуровневого управления с использованием методов искусственного интеллекта. Так вот, 99% тех, кто там работает, они просто не задумываются над тем, что вот эти все задачи можно автоматизировать. И вот как раз цель курса, она заключалась в том, чтобы дать какие-то привычные навыки распознавания вот этих вот задач, ну, путем анализа их свойств.